Доброе утро! О событиях и темах нового дня расскажут корреспонденты программы Наш Новости. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская. Здравствуйте! Депутаты Краевого законодательного собрания официально обратились к губернатору с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг частного детского сада «ИМКО». Напомним, Центр семьи и детства планируют снести якобы из-за нарушения строительных регламентов. Городские власти так и не признали законность мансардного этажа, возведение которого, по словам директора Ольги Прониной, изначально ими же было одобрено. Весной прошлого года разрешение на строительство детского сада отозвали и с тех пор он не может официально открыться. Проблему неоднократно выносили на публичное обсуждение и вот под обращением к губернатору Александру Карлину подписи поставили депутаты четырех фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». В письме парламентарии в том числе отмечают, что Центр «ИМКО» поможет частично решить проблему очередей в детские сады. Если такой объект изначально был городу не нужен, да, ну, наверное, надо было на начальном этапе не дать его построить. Ну, а раз уж такой объект появился, причем он, насколько мне известна информация, появился он вполне законно, вот, то сегодня ставить даже вопрос о его сносе, по-моему, неправильно. Добавим, что недавно руководители «ИМКО» выиграли арбитражный суд. Он признал незаконным решение городских властей об отзыве лицензии на строительство. Как помогать людям экономить на отдыхе и при этом зарабатывать? Вкладывать деньги в развитие туризма на Алтае. Подсчитано, что на один рубль, затраченный государством, турист приносит в четыре раза больше. Чтобы эта сфера приносила максимальный доход, в Алтайском крае в ближайшие пять лет в туристическую отрасль будет направлено несколько десятков миллиардов рублей. Власти края обещают создать 11 тысяч новых рабочих мест. Абсолютно убеждены сегодня, что развитие туризма в Алтайском крае – это не пиаровский ход, не чья-то персональная прихоть. Это востребованное временем актуальное направление социально-экономического развития региона. Пять лет назад на Алтай приезжал миллион двести тысяч туристов, сейчас на полмиллиона больше. Новая государственная программа развития туризма до 2020 года предполагает направить усилия в первую очередь на создание инфраструктуры. Гостей, отмечают представители власти, надо убедить, что в Алтайском крае отдыхать не только интересно, но и комфортно. Чтобы это было и вправду так, планируют привлекать как федеральные, так и частные средства. Сейчас инвесторы интересуются в основном крупными проектами, например, такими как «Бирюзовая Катунь», «Сибирская монета», «Белокуриха-2», «Золотые ворота» и новым кластером «Барнаул-Горнозаводской город». Если суммировать все эти пять проектов, то речь идет о привлечении порядка 70 миллиардов государственных и небюджетных средств, создания более 11 тысяч новых рабочих мест и в оборот будет введено порядка 12 тысяч новых мест размещения. Создать машину с вечным двигателем – это не пустая мечта, а запланированная цель для воспитанников одной из броноульских школ. На краевой выставке по начальному техническому моделированию, которую можно посетить еще сегодня и завтра, представлено все, на что способна детское воображение. Он собирает кубик за считанные минуты, а вот другой его собрат сам рисует. Робота сотворил восьмилетний Леонид из конструктора и шариковой ручки. «Это робот, который как поедет, так и нарисует. Он едет, например, квадратом, и ручкой рисует». На краевой выставке по начальному техническому моделированию представлено все, на что способна детское воображение. Поделки из бумаги, фантиков, лампочек, в общем, из бросовых материалов. Софья Рябкова не спешит выбрасывать из дома старые вещи. Она точно знает, и можно найти применение. «Я очень люблю заниматься техническим творчеством, продумывать разные макеты и игрушки». Все это богатство – дело рук мальчишек и девчонок из образовательных учреждений восьми городов и восемнадцати районов края. Представлено около 500 работ. Кстати, выставка – это еще и конкурс. В каждой номинации свои победители. «Все абсолютно без исключения экспонаты уникальны. Это детские работы, поэтому все они ценные, но в конечном итоге выявились победители». Если вы еще не научились собирать кубик Рубика, то вам срочно нужно посетить выставку с говорящим названием «Твори, выдумывай, изобретай». Она будет работать до 20 февраля в Краевом центре информационно-технической работы. Анна Скороходова, Андрей Печоркин. Наши новости. Услышать флейту Волторну, кларнет, фагот, саксофон в одном месте смогут сегодня зрители первого регионального конкурса «Исполнительный о духовых и ударных инструментах». Он пройдет в Крае в течение двух дней. В Государственном музыкальном колледже будут соревноваться 50 музыкантов из 11 образовательных учреждений культуры и искусства Края. Покажет мастер-класс заслуженный работник культуры России преподаватель музыкального колледжа Анатолий Тренкенш. Обладатели призовых мест станут претендентами на награды в рамках 25-го юбилейного смотра «Юные дарования Алтая». Барнаульский университет одержал победу в первом полуфинальном матче над волейболистами из Магнитогорска 3-0. Счет по партиям 25-19, 25-23, 25-18. Сегодня наши спортсмены встречаются с зап. ГПУ из Читы. Одну из трех путевок в финальную часть чемпионата России им также предстоит оспорить с уже знакомыми клубами Стерли-Тамаков и Казани. Алтайские саблисты завоевали бронзовые медали на турнире в Омске, где собрались фехтовальщики Барнаула, Челябинска, Кемерово, Красноярска, Томска. Единственной нашей спортсменкой, добравшейся до пидестала в личных соревнованиях, стала Анна Смирнова. Для воспитанницы тренера Валериана Феоктистова эта бронзовая медаль уже третья в нынешнем сезоне на крупных соревнованиях. Также третье место в командном турнире заняла юношеская сборная «Края». Саблистов подготовили тренеры Юрий Теселкин и Сергей Говоров. Борец Константин Полтев одержал победу на чемпионате Сибири в Красноярске. В медальном зачете первое место заняла сборная Новосибирской области с 13 медалями на четвертом борцы из Алтайского края. Кроме Полтева в копилке наших греко-римлян две бронзовые медали Алексея Тадыкина и Николая Чеботарева. Дзюдо на молодежном первенстве «Края» отобрали лучших для сибирских соревнований, что пройдут в Новокузнецке. Наиболее успешно выступили хозяева зала с дюшор «Спарта», победившие в двух весовых категориях у юноши и в четырех у девушек. Четыре первых места на счету и к краевой дю США. На вершину пьедестала почета также поднимались представители с дюшор «Олимпия» и Барнаульского юридического института. Мото-Скиоринг. В поселке Центральном прошло открытое первенство Барнаула «Кольцо мужества». В этом году соревнования были посвящены 35-летию клуба автомототуристов «Горизонт». Отличились экипажи барнаульского клуба «Барс» в связке Ручьев-Меркулов и Борисов-Кулагин. Они сумели взять первые места в народном классе, где нет ограничений по возрасту и кубатуре двигателя. Зимой краевой ипподром превращается в автоплощадку. Пятый этап Кубка Урала, Сибири и Казахстана по зимним трековым гонкам здесь пройдет на выходных. 21 февраля состоится квалификация, по итогам которой определятся 16 сильнейших. Победителю в классе машин с передним приводом обещают главный приз – новый автомобиль. Итак, в субботу и воскресенье. Начало в 11 часов на ипподроме. Это то место и время, где можно легально шутить с превышением скорости. Юрий Борлис, наши новости. Еще один повод начать все с нуля. Новый год по лунному календарю или самый длинный китайский Новый год празднуют сегодня в странах Азии. Новогодние фестивали и гуляния длятся 15 дней. В Китае исполняют танцы львов и драконов, которые считаются защищают от напастей. Напоминать о том, насколько тесно связаны Россия и Китай, вероятно, будет лишним. Только в год туризма объем взаимных поездок россиян и китайцев составил почти 3,5 миллиона человек. В Алтайском крае лишь по официальным данным 450 человек в графе «Национальная принадлежность» указали китайцы. Пожалуй, неважно, китайцы вы или русские, подарите своим гостям сегодня по древней традиции два мандарина. В китайском языке это словосочетание созвучно слову «золото». Да уж, если бы все было так просто, сейчас выйдем и по мандаринчику. В Новый год чудеса случаются. Если вам есть о чем рассказать, звоните к нам в редакцию 659-129. Ну а в студии были Евгения Даровская и Кирилл Политов. Хорошего дня вам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова